Бежать не на время, а для здоровья. Под таким девизом прошла акция «Бег против сигарет», приуроченная к Международному дню без табака. Вечерняя пробежка под арктическим солнцем. Что может быть приятнее и полезнее, особенно если призывает она к отказу от табакокурения? Так решили специалисты ресурсного центра добровольчества, думая над тем, как обратить внимание горожан на острую социальную проблему. Сегодня проходит много форматов данной акции. В некоторых проходит такая популярная акция «Поменяй конфету на сигарету». Но мы решили, что сладкое так-то тоже вредит здоровью. И поэтому решили сделать уклон на здоровый образ жизни, на спорт. И сегодня провести здесь, на стадионе «Лидер» акцию «Бег против сигарет». Перед забегом организаторы провели общую разминку. Среди участников – школьники, студенты, представители общественных организаций и просто поклонники здорового образа жизни. Я пришел сюда, потому что я разделяю мнение организаторов, что спорт – это важно, то, что лучше выбрать бег, чем сигареты. И мне понравилось мероприятие, это супер. Я считаю, что такие нужно проводить мероприятия. И если будут проводить, то, конечно же, с каждым годом считаю, что будет больше людей приходить. Да и я не буду отставать тоже. Десятилетний Андрей, несмотря на юный возраст, всерьез озабочен здоровым будущим. Он посещает различные спортивные секции и осознанно принимает участие в подобных акциях. Я пробежала два круга, мне очень понравилось. Я хочу, чтобы такие мероприятия были очень часто. Я пришел сюда, потому что я люблю бегать. И я пришел, чтобы не выбирать никогда сигареты, а все время бегать и заниматься спортом. Напомню, что Всемирный день без табака был учрежден 31 мая 1988 года. Ежегодно по всему миру в этот день проводятся различные акции, рассказывающие о вреде никотина и способах отказа от курения. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал Север.